Всем привет! Меня зовут Маша, рада вас видеть на своем канале. Сегодня я сделаю макияж. Один глаз будет Тамита Нука, а другой глаз будет Пэтмоград. Первая палетка будет Subversive от Пэтмоград. Какая-то сторона из... И пигменты Тамита Нука. Я делала видео, где дюпала как раз палетку Subversive. Ссылочка на это видео будет в описании. Несколько человек меня просило сделать сравнение на глазах. И, наконец-то, я его сделала. Попробуйте угадать, какой из глаз какими тенями сделан. На самом деле, здесь есть достаточно нехилая подсказка в тенях. Если вы еще не подписаны на мой канал, самое время подписаться. А я не буду вас томить. Вы узнаете, где какие тени через 3, 2, 1. На левый глаз буду носить Пэтмоград. И на правый глаз буду носить Тамита Нука. Начну, пожалуй, с Пэтмоград. Так, не играй, пожалуйста, с баночками кисы. Возьмите, а не другое поиграй. Для начала буду наносить Пэтмоград. Эта тетяна достаточно темная, но неплохо растушевывается в кожу. Причем даже зимой. За что я эту палетку люблю. Не считая ее какой-то несамостоятельной, что ли. Сперва я просто пушистой кисточкой ношу этот оттенок и растушевываю его. Единственное, что я базу уже достаточно давно нанесла, пока тут туда-сюда бродила. База под тень, я имею в виду. И она как будто бы немножко подсохла, и по ней теперь хуже распределяются тени. Ну, я такое свойство у нее замечала. Возможно, это как раз тот случай. Но вполне ничего, нормально растушевалось. Коричневый мат, и у меня оттенок шоколадная. Это Тами Танука. Я чищу кисть. Надо почистить саму эту, правда, губочку уже, но сделаю это на выходных. Мне сложно пользоваться пигментами, нет привычки у меня. Буду набирать с крышечки. Мне кажется, так удобнее. Встряхну. И темноватый, конечно. Я себе, кажется, пятно уже поставила. Многовато набрала. Надо было убирать аккуратнее. И я смотрю, что на коже он выглядит более фиолетовым, чем этот оттенок от Пэт. Он более коричневый. Я сегодня, наверное, пойду на работу с разными глазами. Как crazy. Ну, сейчас ничего. Сейчас мы это растушуем. А может быть, даже и не стоило наносить эти тени одинаковыми кистями. В том плане, что все-таки формула разная. Не знаю, какие кисти лучше использовать для матовых, рассыпчатых. Вроде ничего. Растушевывается. Единственное, что оттенок мне не очень нравится. Он холодный чересчур. Аж фиолетовый уходит даже. Так, надо еще немножко наврать. Я прям набираю совсем крапулечку. Очень пигментированный оттенок. Сниму, наверное, сейчас в руку, чтобы пятна не наставить. Затем я возьму бочонок. У нее, у этой кисти более плотный ворс, более короткий. И буду он те же самые оттенки наносить во внешний уголок, затемняя его. Вот этот оттенок, он тоже слегка на самом деле с красным каким-то подтоном внутри. И мне очень нравится его цвет. Очищаю кисть. И набираю таметануку. Тоже немножко снимаю об руку, чтобы просто у меня меньше сыпался пигмент. Потому что мне тяжело пока что контролировать рассыпчатые тени. Получилось, что как-то правый глаз я затемнила сильнее, чем левый. Сейчас я добавлю, подниму немножко затемнение здесь. Тут я что-то борщанула, скажем так. Вот так вот. Возвращаясь к предыдущей кисти, просто и немножко оттушевываю свои глазки, здесь, правда, все равно борщинуло. Вот разными формулами сложнее добиться одного результата, все-таки там рассыпчатая, а пэт спрессованная, и пэт мне проще гораздо управлять. Понятно, что это вопрос привычки, если бы я хотя бы раз в неделю красилась рассыпчатыми пигментами, я думаю, через пару месяцев у меня бы такой проблемы уже не было, но пигментами я крашусь крайне редко, особенно матовыми пигментами. Я как-то не рассчитывала сегодня на такой драма-ковин макияж, но что уж получилось. Вот так выглядят мои матовые глазки на данный момент, и сегодня я буду наносить синий оттенок. Почему его? Потому что лучше всего получилось дюб подобрать, как он называется у Пэт Маград, я не помню, но я могу подсмотреть на бумажку, он называется Блиц Аметист, и у Тами Танукка это оттенок ваше сиятельство. Я притащила Супербонд. Мне Супербонд помогает просто более плотно нанести блестяшки, и они, ну, больше, сильнее блестят на глазах. В плане стойкости больше всего мне помогает база от Нарс, которую я под все эти слои наношу. Ну, я немножко запариваюсь с косметикой, вот так вот, в четыре слоя у меня тени лежат. Наношу сперва Супербонд на левый глаз, где у меня Пэт Маград. Использовать буду плоскую такую натуральную кисть, отличная кисть для блестящих вообще теней. Очень хорошо она наносит, у нее ровненький срез, можно даже фейк от Крис себе такой нарисовать. И сперва так в набивочку добавляю оттенок Блицаметиста. Очистила кисть. О, надо закрыть предыдущий пигмент. Это я опасна. Добавить немножко Супербонда. И наношу Томитонуку. Я уже забыла, как этот оттенок называется. Я же только что называла название. Ваше съедение, да? Проверить свою память. Даже как будто Томита, ну-ка, ярче блестит, посмотрите. Ну, у нее как будто крупнее частицы. Я, правда, себе под глаза насыпала, потому что пэт легко нанести так, чтобы она не сыпалась под глаза. А вот с пигментом, ну, я просто не приноровилась пока. Мне, правда, эта крупная текстура пожевала немножко правый глаз. Левый глаз более гладко выглядит. Так, надо... Тут закончился Супербонг, я его тут немножечко добавлю. У меня вроде лицо припудренное, но кистью не снимается. Я потом консилером уберу. Уже в конце. На глазах Тами выглядит более голубой, а пэт немножко более фиолетовый. И текстура у меня на правом глазу вот здесь очень сильно подчеркнулась. Надо было, наверное, меньше наносить пигмента или что ли. Теперь на стыке между блестящим оттенком и матовым я буду наносить вот этот коричневый металлический оттенок. И с Пэтмоград, ну, понятное дело, на левый глаз только. Это так сглаживает переход. Очень люблю за такие оттенки Пэтмоград и Наташу Динону. Они позволяют очень такой ровный градиент создать без скачков каких-то. В Тами Танука у меня в качестве такого коричневого металлика оттенок глашатой темного леса. Свочи посмотрите в том видео. Под него супербонт я, пожалуй, наносить не буду. Тоже нанесу здесь на стык. Нанесу, пожалуй, под бровь светлый сатиновый оттенок. А в Тами Танука у меня оттенок звонкий голосок чудо-лесье. Можно, наверное, даже попробовать как хайлайтер его использовать на щеках. Я вот сейчас на такую пушистенькую кисть немножечко его наберу. Опять сниму об руку и скулу нанесу на скулу. Ну, в качестве хайлайтера он, кстати, отлично выглядит. И то же самое сделаем в Пэтмоград. Ну, тоже прекрасно. Вот они, ну, они немного отличаются, но это почти незаметно. У Пэтмоград как будто чуть база потемнее. Ну, не потемнее, пожелтее, что ли. Озвонки глазок чудо-лесье с прозрачной базой практически. Все, мне осталось нанести сияшку во внутренний уголок. Я буду наносить светлый розовый оттенок из палетки Пэт. А от Та Метанука у меня снова эти бабочки в животе. Оттенок у Пэт очень... Я им редко пользуюсь. Я на самом деле обычно просто вот тот же хайлайтерный оттенок наношу во внутренний уголок. Ну, просто хочу сравнить больше оттенков. Я вот этот оттенок от Пэтмоград не люблю и им практически не пользуюсь никогда. Вот он плохо переносится. Надо, наверное, тоже Супербонда добавить. Чуть-чуть. Он мне не нравится. Основа эти бабочки в животе гораздо более красивый и, мне кажется, даже легкий в использовании оттенок. Ну что, мой макияж готов. Сейчас я добавлю ресницы, прокрашу себе слизистые и вернусь. Итак, мой макияж готов. Я буду смотреться в зеркало, чтобы себя видеть. Ну, мне нравится, что Пэт лежит более гладко на веке. Совершенно не подчеркивает текстуру какой-то века. Там эта нука, конечно, блестит гораздо ярче. Я имею в виду сейчас оттенок, который у меня на подвижном веке. Но вот он, века немножко морщит. И века у меня пока не отпустила. Наверное, стоит попробовать наносить на какие-то другие... Другими способами. Может быть, влажным способом попробовать наносить не на Супербонд. И тогда века не будет так сильно морщить. Ну и... А может быть, у вас на веке нет практически никакой текстуры. И вам это не будет морщить. Ну, тут как бы выбор каждого. Зато та венда нука гораздо сильнее блестит. У нее крупнее частицы в этом оттенке. Поэтому выглядит здорово. Снова эти бабочки в животе. Мне очень нравится. Оттенок гораздо больше, чем розовый оттенок из Пэт Маград. А вот матовый мне по подтону нравится больше в Пэт. Он какой-то очень удачный. Шоколадный. Был описан как коричневый оттенок с красненькой. Но в нем, скорее, даже фиолетовый подтон есть. То есть, помимо красного пигмента, там еще какая-то синева есть. И он аж баклажановым таким, темно-темно-баклажановым выглядит на глазах. Хотя, тушуется он легко. То есть, я сперва такое пятно бахнула и растушевала его вполне себе нормально. Ну, как вам? Похожи оттенки? Я не стала делать макияж с оттенком Гигабайт, потому что мне не получилось подобрать ему очень хорошую альтернативу по цвету и по текстуре. Я нашла дюб только по цвету, а по текстуре я нашла просто обычный металлик. А здесь же все-таки у Пэт Гигабайт, это вот этот зеленый оттенок. Он здесь тоже очень блестящий. Вот эти оттенки мне у Тайми нравятся больше. Ну, ладно, еще вот этот персиковый, он еще куда не шло. А вот то, что я нанесила во внутренний уголок, он отвратительный. Решила заснять поближе. Вот этот глаз, это Тайми Танука, так, чтобы вы не путались, потому что право-лево у меня с этим проблемы, особенно на видео. Я не знаю, как оно будет отражаться. Я думаю, а вдруг оно отзеркалится. Ну, короче, у меня какие-то проблемы вечные. Тем более, я себя на фронталку сейчас снимаю. И вот этот глаз у меня Пэт Маграт. Но оттенки похожи, правда. И там мне сильнее блестит. Да? Вот здесь, смотрите, какой плавный-плавный переход получился. Здесь, конечно, я не так хорошо попала в оттенок. Нужно, чтобы подтон металлика этот совпадал хорошо с подтоном матового. Тогда будет без границ переход, как здесь. Вот здесь все-таки именно вот этот коричневый сатинчик, он чуть-чуть теплее, чем моя тушевка. То есть тушевка у меня какая-то фиолетовая, а здесь прям желтоватый пигмент в этом коричневом есть. Поэтому он не так плавно уходит, но вполне неплохо. Зато снова эти бабочки в животе, посмотрите, какие красивые. Просто, просто отвал всего. Сейчас я нанесу во внутренний уголок снова эти бабочки в животе, чтобы более-менее похоже выглядели два глаза. И, в общем-то, пойду на работу. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки этому видео. Напоминаю, что у меня есть целый плейлист, где я дюпаю разные палетки. Ну, иногда пигментами таметанукой, иногда тем, что у меня есть уже в наличии из других палеток, в которых магнитные рефилы. Ссылка на плейлист будет в описании. Ссылка на видео с дюпом на Пэтмограта будет тоже в описании. Хороших вам выходных. Всем пока-пока. Увидимся в следующем видео. Продолжение следует...